Прогресс не стоит на месте, техника с каждым годом обновляется, а кое-какие технические средства, бывшие некогда привычными, сегодня выходят из обихода. Так, например, произошло с пассажирскими троллейбусами. Сегодня их все меньше. А ведь в 70-х они были очень распространенными, хотя и среди них попадались уникальные модели, собранные буквально в единичном варианте, как, например, собранный на киевском предприятии Дуобус КТГ-9. Киевский завод электротранспорта в 70-е годы активно выпускал грузовые троллейбусы и линейки КТГ. В самых различных модификациях они широко использовались по всей стране советов. Тут вам и передвижные столовые КТГ-4 и КТГ-5, которые создавались в качестве машин техпомощи, и КТГ-6, использовавшиеся для поливомоечных работ. Были и другие модификации, среди которых выделяется КТГ-9. Этот троллейбус самосвал отдали специально для транспортировки сыпучих материалов. Другое название подобной техники – Дуобус. Из него можно понять, что на КТГ-9 стояло сразу два двигателя. Один работал от электричества, другой – внутреннего сгорания. Это был 102-сильный мотор от ЗИЛ-157. Как раз им осуществлялось управление опрокидыванием кузова. О серийном выпуске подобных машин даже и не задумывались. Это была не единственная попытка создавать такую технику. Например, в 50-е еще один троллейбус собирали на базе карьерного самосвала МАЗ-525. Этот грузовик, бегающий под проводами, мог увести до 25 тонн груза. Для этого на нем установили сразу два электромотора Д-202. Общая их мощность – 172 кВт. Предназначалась подобная техника для помощи шахтерам. Однако для того, чтобы она могла работать, вначале в шахту необходимо было запустить тролли. Пробовали сделать что-то подобное и на базе Краза и даже Белаза. Но все закончилось на стадии испытаний и в производство не пошло. Все-таки достаточно дорогое удовольствие с сомнительным КПД.